Чем дальше в лес, тем больше путаница. Около 200 земельных участков на территории садоводческого некоммерческого товарищества Орленок были выделены собственникам еще в советские годы. В последнее время, рассказывают местные, начался активный захват земли вокруг их дач. Куски леса, в котором растут сосные березы, огораживаются и распродаются, а деревья, расположенные на них, вырубаются. Это все началось с мая 2011 года, когда первые заборы появились недалеко от наших домов, и потом стало это все углубляться в лес. Люди, конечно, многие пострадали, потому что это все чистой воды мошенничество. Потому что здесь действительно лес. Эта просека была выпилена в мае 2013 года, ночью были поставлены столбы. У нас все это зафиксировано, мы передали все видеоматериалы Александру Евсеевичу. Между тем, многие старожилы, получившие участки в советские годы, оформить землю в собственность до сих пор так и не удосужились. И теперь разобраться в том, где самозахват, а где все по закону, непросто. Ничего здесь не продается и никогда не продавалось. Просто люди, люди хотят узаконить свою землю. И вот они бегают уже здесь. Ну вот, слава богу, сейчас скажу, с 2002 года. Бесполезно. Земли лесного фонда, занятые жителями поселка Прибрежный, не зарегистрированы в кадастровой палате. Многие не могут узаконить свое право собственности уже 40 лет. Выделенные им участки значатся только в старых документах. Разобраться в ситуации и помочь добросовестным владельцам с легализацией взялись председатель городской думы Александр Фетисов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Есть добросовестные люди, ветераны, которые видно, что на протяжении нескольких десятилетий ухоженные грядочки, скромные достаточные домики, где живут они, приезжают куда их дети, внуки. В течение ближайшего времени, в течение этого года правовой статус необходимый они получат. Для нас принципиально важным является, чтобы ни в коем случае не была возможность легализовать какие-то земли, которые затем уйдут, что называется, в рынок. То есть не легализовывать какие-то незанятые пустые участки, безусловно имеющие коммерческую привлекательность, поскольку это элитное место, будем называть вещи своими именами. Тем, кто недавно начал претендовать на право владеть участками на территории лесфонда, предлагают оформить договор аренды на 49 лет и возделывать земли в соответствии с законом. Всего же сегодня в Прибрежном около десятка садоводческих некоммерческих товариществ, на которых находится порядка тысячи незарегистрированных земельных участков. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События.